Привет. Для начала немного поинтов. Поинт первый. Для параллельной или конкурент работы операционная система предоставляет нам две основные абстракции. Это процессы и треды. Поинт второй. Всякого рода файбереакторные модели, карутины, гарутины, по сути дела это все равно сведется к тредам. Просто они являются попыткой более оптимизированно использовать доступные ресурсы железа. Поинт третий. Создание треда это относительно дорогостоящий процесс. Поэтому обычно используются не треды, а тред пулы, в которых идет переиспользование этих тредов. То есть мы сабмитим разные работы в один и тот же тред, по сути дела. Чтобы получить некую интуицию, что из себя представляют тред пулы. Я тут создал очень примитивный тред пул. Повторюсь, он лишь для интуиции. Что из себя представляют тред пулы? Это три главные составляющие. Первая составляющая. Это у нас есть некие воркеры. В данном случае это... У меня один синглтон. Поскольку это синглтон, тут у меня один воркер. Но могло и множество. Второе, это некая очередь задач, которую нужно воркерам разгребсти и выполнить. И третий, это какой-то метод, который принимает работу непосредственно на исполнение. Да, повторюсь, в реале все гораздо сложнее, но здесь лишь получить интуицию. То есть вот эти три составляющие важны. Как это в данном случае в моем работает? То есть сабмит принимает работу, мы ее добавляем в очередь и воркер знает об этой очереди. То есть мы его конструктору явно передаем. И когда мы создаем пул, сразу стартуется наш воркер. И этот воркер пытается в бесконечном цикле, по сути дела, с возможными ожиданиями, если очередь пустая, выполнить работу. Ну я тут еще явно с этим нейм, чтобы более наглядно было представление. Ну и давайте посмотрим, как она будет работать. Примерно то, как вы ожидаете. То есть у нас что должно появиться? У нас должно появиться имя треда во всех одинаковых и вот эти вот hello, first, second и так далее. First, second and third. Ну отлично. Это наша была интуиция. Теперь поинт четвертый. Ради чего все это затевалось? Работа, которую мы вот собираемся запускать на каких-либо тредпулах, бывает раз. Бывает ЦПУ работа, то, что заставляет ваш процессор пыхтеть. И так называемая ИО работа, input out. По сути работа в работе, которые появляются какого-то рода ожидания. Типичные примеры для ЦПУ это какой-нибудь алгоритм, там сортировка или там, не знаю, дистанция Манхэттена. А для ИО это будут походы базы данных, запрос к какому-нибудь серверу, работа с файлами. И вот на этой вот разнице и на некоторых нюансах я хотел бы остановиться чуть подробнее. Для этого я подготовил пару простых иллюстраций. Давайте для начала мы подойдем к ЦПУ. К ЦПУ работе. Что здесь важно? Важно, вот у меня есть функция, которая по сути дела имитирует ЦПУ работу. Здесь создается array и сортируется. Есть экзекьютор, у которого будет 12 трэдов. Почему 12? Потому что количество ядер 12. И есть помогательная функция ТАСС, которая запускается в ЮЧУ. Вот он будет на нашем экзекьюторе выполнять работу какую-то, а затем печатает номер задачи, трэд на котором выполнилось и время за сколько выполнилось. И вот я пытаюсь запустить 36 таких задач. Поскольку, поскольку, поскольку. А, давайте вот я сразу запущу. Давайте я сразу запущу. И посмотрим, что будет. Поскольку ядер-то 12, да? И трэдов у меня 12. Мы ожидаем, что все будет выполняться пачками. То есть 36 задач. То есть первый 12, потом следующий 12 и потом еще 12. Вот. Первая пачка выполнилась. Вторая пошла. И третья пошла. Ну, собственно, как мы примерно ожидали. И есть инстинктивное желание, поскольку у нас задача 36 увеличить количество трэдов. Здесь, правда, уже есть сильные подсказки. То есть, вот я прям написал. Если у вас CPU работает, то нет смысла увеличивать количество трэдов в поле. Это не поможет только ухудшить ситуацию. Что значит ухудшить ситуацию? Это значит, что... Смотрите, у нас количество ядер, оно ограничено. Трэды выполняются, вот, их работа на конкретном ядре. То есть, а трэдов больше. Что будет происходить? Будут тогда происходить свитч-контексты. То есть, будет даваться время одному. То есть, шедулер будет давать... Выполняться каждому трэду. То есть, одному время, потом мы этот трэд сняли с ядра, пытаемся другое выполнить и так далее. То есть, работа... Здесь, повторюсь, все вот эти таски, они запустятся одновременно из-за природы фьючера. Она... Среднее время увеличивается. И из накладных расходов, из-за того, что приходится... Ну, вытаскивать данные, скажем так, из ядра, из ядра и подсовывать ему другие данные, чтобы он выполнял. А... То есть, накладные расходы, они увеличиваются. Вот в чем план. Ну, и давайте это явно продемонстрируем, что нет смысла увеличивать количество трэдов, если вы знаете, что... Барная ситуация вроде как говорит, что... Как в данном случае, то есть, у нас 36, по идее, а почему, кажется, не запустить все 36 одновременно? Но нет смысла. Нет смысла и только ухудшаем ситуацию. И у нас... Первый выполнится через 3-2... Там у нас было... Там... Первая пачка за 8 секунд. Вот. Вот, собственно, о чем и речь. Это, что касается CPU работы. Теперь давайте перейдем к CPU работе. Здесь... Имитацию я решил сделать следующее. Я просто засыпаю на 5 секунд. Сразу сделал тут другой пул. Ну... Особо смысла тут в данном случае не имеет. Чуть позже вы поймете, почему прежний пул подставлять не было смысла. Аналогичный метод task. Ну, и запускаем сразу 32 tasks. И здесь тоже есть сразу подсказка, что когда у вас блокирующая работа, да, ожидающая, то есть... То, что по факту не нагружает процесса, то нет смысла жалеть треды. Поэтому, собственно, вот здесь и выбран такой пул, где максимальное количество тредов, а это не тоже max value. Ну, и давайте это явно продемонстрируем. То есть, я запускаю 32 tasks. Будет запущено 32 треда. И поскольку они по факту ничего не делают, а просто спят, что мы получим, а получим мы, ну, ваши версии, пока не началось, что они все выполнятся одновременно, по факту. И вот здесь вот есть одно но. Есть одно но. В связи с этим нюансом хочется поговорить напоследок. Из-за того, что у вас руки, скажем так, более развязаны, это не означает, что вы можете безумно использовать данный пул для данных типов работ. То есть, данный пул обычно, он носит вспомогательный характер. Давайте вот так вот. Смотрите, допустим, у вас есть исключительно вот этот пул, и вы ходите в базу данных через него. Все. И может сложиться так ситуация, поскольку здесь треды сразу моментально создаются, и вы их вызываете вот таким вот образом через фьючер. То есть, запрос идет моментально уходит. То есть, в теории может создаться очень большое количество работы на базу данных. То есть, ваш сервер как бы работает все хорошо, запустились большое количество тредов, мы просто ждем, пока на базу данных ответа. Но поскольку запросов-то базу данных может одновременно уйти очень большое количество, то вы просто этим самым убиваете базу данных. То есть, у вас следующий сервис загнется, поэтому нужно понимать в контексте, в котором вы плодите данные треды, какой ресурс вы будете убивать, и хватит ли ему мощностей, чтобы выдержать нагрузку, которую вы на него кидаете. Вот я сказал, что, по сути дела, вот этот пул, к слову, его называют еще, такого типа пул называют блокирующим. То есть, там ожидается работа ее, что вы на нее будете сабмитить. Он, как правило, используется неким вспомогательным пулом. То есть, у вас есть обычно ЦПУ, через который вы принимаете всю основную работу, а когда вам нужно выполнить какую-то ее работу, вы свитчаетесь на соответствующий пул. А затем обратно переключаетесь на ваш ЦПУ. То есть, получается, что ваша основная работа, она всегда выполняется на ЦПУ. А когда вам нужно какое-то ожидание, вы просто взяли, переключились на другой пул. То есть, вы более, скажем так, эффективно начинаете использовать свои ресурсы. Ну, на этом, наверное, все. Все, что я хотел сказать. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok